Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 августа и только что я говорила о том, как я сортирую томаты, как я укладываю на хранение, какие хранятся долго, какие нужно перерабатывать сразу. И как раз в это время, в конце лета, у нас всегда кроме вот этого вопроса о хранении, о зимнем хранении томатов, вообще как долго сохранить томаты, встает еще один вопрос о фитофторе. Что делать осенью, чтобы как можно меньше дать шансов фитофторе на будущий год? И много вопросов о растительных остатках, именно о томатной ботве, оставлять ли на участке, укладывать ли в компостные кучи, можно ли делать или что-то. Я не знаю, обычно в других вопросах, я всегда говорю, что можно делать так и так. В этом вопросе я притерживаюсь только одной позиции, никаких томатных остатков, никакой ботвы. Я на своем участке никогда не оставляю. Сейчас расскажу, почему. И расскажу, некоторые оставляют, но тогда нужно, наверное, какие-то обработки делать еще. Сейчас я расскажу, все по порядку. Вот смотрите, пройдя, я вот в предыдущем ролике уже проходилась, пройдя по вот этим лоткам, я каждый день по ряду, по одному, по два ряда оббираю и удаляю кусты. И видно, даже зеленые у меня все-все целые, потому что в этом году, как всегда, фитофтора нас не посетила. Вот эти вообще зелепупики. Нет ни темных пятен. Ничего, все томаты и тепличные, и уличные хорошие. Вот уже показывала штраух тепличный. Видите, даже последний весь выровненный, весь хороший. Ладно, это вот, которые на кустах росли. Сейчас подойду к томатам, которые на земле, на ленивых грядках, но валялись просто на земле. Они отличаются, их видно сразу, но они тоже все целые. Видите, вот эти грязнульки лежат. Вот это демидов, это Настя. Это с ленивых грядок, потому что у нас идет дождь. Я сегодня утром же говорила, лил дождь. Их весь, их всех умазало в земле. Они чумазенькие такие, но они все целые. И маленькие, и большие, вот такие недоспелые, какие переспелые. Нету темных пятен. Фитофтора нет. Все. И вот для того, чтобы не было фитофторы и на будущий год, я делаю все, все вот эти вот, как сказать, предупредительные меры, чтобы, не дай бог, она у меня не завелась. Когда-то, давным-давно, лет 30 назад, я прочитала простой советской книги в энциклопедии садовода. Никогда не оставляйте на своем участке, в огороде растительные остатки от томатов, картофеля и огурцов. Я тогда еще не понимала, почему это. Ну, там написано было, что, возможно, там старые эти, патогенная микрофлора останется, и на следующий год эти микробы, которые не умрут, они начнут снова. Я не вдавалась. Просто я взяла за правило ботву от томатов, от картофеля, но это почти одно и то же у них, одни болезни, и от огурцов я всегда выношу за пределы своего, вообще, вот своего участка. Потом расскажу, куда деваю, это сейчас сложно. И вот этой своей процедурой я как бы уже заранее обезопасить, как обезопасить, действительно, чтобы оно не осталось и на будущий год. Потому что, смотрите, да, томаты вот, например, не болеют. Все они вроде бы зеленые, хорошие. Я вот здесь не выращиваю, но я эту шторку опять же покажу. Вот вроде бы, смотрите, ботва зеленая, прекрасная. Но как мы можем знать, может быть, какие-то. Есть же у каждого заболевания вот этот инкубатационный период, когда она уже там есть, этот спора гриба или что-то еще, но она еще невидима человеческому глазу. И осенью, особенно если допоздна, вот у нас если в сентябре еще растет, когда во время дождей и все. Но мы же не проверяем каждый кустик и каждый листик. Возможно, там уже есть какое-то пятнышко со спорами. Мы еще его не заметили. И потом, когда убираем, мы уже не рассматриваем уже так внимательно листики с обоих сторон, вот так вот не поворачиваем с нижней стороны. И возможно, она есть. Но я, короче, я решила так, чтобы не делать медосмотры каждого листа, чтобы не гадать. Есть там зачатки фитофтора или какая-то другая. Часто бывает у многих вот этот кладоспориоз. Тоже, чтобы лишний раз споры не рассыпать по всему участку, лучше, конечно, их удалять. Я знаю, что это проблематично, что это очень сложно. Раньше мы просто вкладывали в кучку, все подсыхало, мы поджигали. Сейчас вышел закон, запрещающий сжигать. Это, конечно, доставляет большие проблемы. Но все равно из года в год, каждую осень, я как мураш, тащу вот эти длинные плети, подношу все во двор, поближе туда, к выходу, к ограде. И потом муж у меня берет и перед нашим гаражом вот так вот укладывает все их на дорогу. Они уже сухие, как полежат немножко в кучке-то, они немножко подсыхают. Вот. И потом, заезжая в гараж туда-сюда, туда-сюда, он их как бы, ну как, прикатывает все. Иногда, если вот нет возможности туда уложить, если там уже у него много, я складываю. Вот огурцы сейчас убирала плети, складываю в мешки, сажусь, прямо трясываю, трамбовываю. И они постоят потом, когда на солнце, они становятся меньше, я туда все добавляю, добавляю, и потом выбрасываю мусорку. Бывает и так. Но никогда, я уже вот на протяжении многих десятилетий, я не оставляю ботву у тебя на участке. Теперь начнем про укладывание в компостную кучу. Некоторые укладывают в компостную кучу, собирают также и укладывают. И вроде там все перегнивает, все. Но дело в том, что я компостную кучу не поливаю никакими этими препаратами для ускорения, для обеззараживания, для всего этого. У меня там все натурально. И я стараюсь туда выбрасывать только то, что безопасно. Вот сейчас у меня полная компостная куча груш, яблок, огурцов, томатов, которые остались лишними после потрошения семян. Потом сейчас там пойдут перцы, которые зеленые, недоспелые. Короче, все-все-все. Потом пойдут туда эти зелень, которая безопасная. Вот пионы обрежу, потом эти листья, груши, яблони с грибу. Но там никогда у меня не будет томатной ботвы и не будет у меня там картофельной ботвы. Но, опять же, я не говорю, что все должны делать так, как я. У каждого свое решение. Кто-то, может быть, до сих пор сжигает, если живут они не в городе. А я живу в городе рядом с Домом Советов. У меня вот эта управа наша городская совсем рядом. И мне кажется, мой костер будет даже видно. И меня придут и оштрафуют. Сжечь мы не можем. Оставить я не могу, потому что боюсь различных заболеваний. И все-таки, вот убирая все эти остатки растительные, мне кажется, что этим я тоже вношу вклад в то, что вот у меня томаты уже много-много лет без фитофторы. Конечно, да, лето жаркое, лето теплое. Поэтому летом фитофторы не было. Но сейчас вот у нас август, уже идут дожди, уже сыро. Еще сентябрь. И в прошлом году я в октябре последние сняла. И даже на последних никогда нет фитофторы. Я стараюсь вот эту вот стерильность огорода соблюдать в течение многих лет. Но стерильность какая? Не значит, что я там убираюсь чисто-чисто. Наоборот, у меня бардак. Все видели, у меня все кругом валяются. Все мои вот эти подручные средства, которые мне нужны. Но стерильность, вот это вот микробиологическое. Старые остатки никогда никакую растительность не оставляют. Сейчас увидите осенью, у меня будет голая земля, никакой травы, ничего. И еще будет зимой снег, мороз, все это промерзнет, если даже что-то осталось. Еще хочу заметить, нынче я убирать буду вообще все, ничего в компостную кучу не укладываю из зелени. Еще из-за белокрылки. Особенно, если у кого есть белокрылка, ни в коем случае нельзя где-то оставлять. Где-то некоторые говорят, мы под смородину укладываем, мы туда-сюда укладываем. Если тем более у вас какие-то вредители, вот эти вот белокрылки, говорят, что они даже могут перезимовать на будущий год снова вылупиться, вылупиться из этих, ну, из личинок. Нынче, вот, чтобы эту стерильность опять восстановить, у меня первый год белокрылка нынче, из-за этого оранжевого гномика наградил меня белокрылкой. Теперь я не буду оставлять его на зиму. Нынче я обязательно всю растительность унесу, как бы мне тяжело это ни было, буду прям в мешки складывать, уносить в мусорку в какую-то, к благоустроенным домам, или куда, не знаю, куда я буду распихивать, расталкивать. Но в огороде у меня не останется ничего, чтобы как можно меньше осталось вот в наследство вот этих личинок белокрылки, вот этих каких-то спор микробиологических, патогенных. Все. Я объяснила свою позицию. У меня часто спрашивают, убираете вы ботву или применяете в качестве мульчирования или где-то. Я сразу говорю, я убираю, убираю в течение многих лет, и я считаю, что это правильно, потому что мало ли что там прицепится на эту ботву, на помидорную. Я вот, например, не могу дать гарантии, что сейчас начнется сентябрь, начнутся дожди, что у меня тоже какая-то фитофтора, может быть, в самом зачатке не появится. Просто я ее не увижу, мне будет не до этого. Видишь, когда сыро и холодно, там уже некогда смотреть листья. Я все выдергиваю и все выношу. Все, до свидания.